Парадокс регулярно выпускают новые игры и DLC, но как их сейчас купить? А для этого есть сервис Купикод, который позволяет как пополнить кошелек Стима с минимальной комиссией, так как купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине Стим. То есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Чтобы пополнить свой аккаунт Стима, вводите логин и указывайте сумму. А используя мой пармокод EMBRANUE, вы снизите комиссию на 2% и получите скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикод это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Через Купикод можно даже пополнять казахстанский аккаунт из Стим. Нужно нажать кнопку переключения валюты и ввести сумму в тянге. А удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. На Купикод также появились карточки пополнения Стим для других регионов. Не упустите шанс пополнить свой Стим аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Привет, я Эмбро и я представляю вашему вниманию настоящий пешеходный город в Сити Скайландс 2. Его главная особенность в том, что он разделен на две части. В первой части находятся заводы и магазины. Те здания, которым нужен обязательно доступ к грузовому транспорту. Без него они просто не функционируют. На другой части находятся жилые здания и различные здания, там, поддержки по типу школы, больницы и так далее. Но жители добраться из одной половины города в другую, например, там, в магазин, сходить или на заводе, поработать могут только по пешеходной дорожке, перейдя шоссе по мостику на своих двоих. Перейдя на ту половину к магазинам и заводам, жители продолжают двигаться пешком, потому что машине-то неоткуда взяться. Если, конечно же, жители её не припарковали заранее на парковке с максимальной стоимостью этой парковки. Тогда да, ну тут-то мы хоть с этого деньги-то получаем. Но я планирую от парковок тоже в будущем отказываться. Так вот, в чём заключается моя цель? Я хочу так сильно увеличивать население города, чтобы достичь того момента, когда наступит уже коллапс. Потому что вот эта бутылочная горнышка, вот этот мостик, ну не сможет переварить мегаполис. Прикиньте, пропускают постоянно через себя всё население города. Это будет просто невозможно уже, я думаю, к тысячам 30 населения. Сейчас только 9,5. А тут у нас ЧП небольшое, или большое, короче. Это резервуар, куда мы сбрасываем какахи всего города. И я постоянно хочу его делать всё выше и выше, пока он не превратится в полноценный вулкан. И вулканы могут извергаться. Понимаете о чём я, да? Но сейчас тут у нас мини-извержение всё же произошло. Вот эти какахи, они уплыли и начали затапливать наши магазины. Жители, вы этом как? Нормально себя чувствуете? Женщина. Как вы? По барабану вообще-то. Да. Пойдёт. О, многоэтажки начали строиться и люди заселяются. Прекрасно. Достичь восьмого уровня и разблокировать высотки, это ещё не самая сложная задача. Самое сложное это заставить людей здесь стелиться. И у нас это получилось. Население уже 12 тысяч с лишним и всё быстрее и быстрее начинает оно расти. А, тут даже мини-высотки начали строиться. Ничего себе. А насчёт резервуара с какахами, сделал я его повыше. Эти все какахи постепенно уплыли. Тут, конечно, водичка немножечко испортилась, но я думаю, ничего страшного. Мы и не такое видели. Да, кто помнит, тот знает. Разместил, значит, я здесь парковки. Поставил цену 50 центов. Ну, максимальная, да, но 50 центов. Пигня же. А жители всё равно, блин, паркуются вот здесь. Я проворонил этот момент и не поставил тут травку. А, и значит, то, что всё, значит, можно парковаться. И вон заполонили эти самые обочины, значит, жители. Ты вообще где живёшь? Семья Маркет. Ту-ту. Угу. Живёт на улице Лорел. А ну, это где? Это здесь. Это, блин, на другом конце города. А машина стоит вот тут. То есть он просто бросил здесь машину, потому что не хочет платить за парковку. И топал туда вот на другой конец пешком, потому что так, по-другому-то. А давайте расскажите жителям этого города, какие есть проблемы с парковками в вашем городе. Они очень сильно хотят это услышать. Ведь знаете что? Их это всё устраивает. Они максимально довольны. Им не нравится только преступность. Ну да, тут карманников, думаю, хватает, с этим ничего не поделать. И плохая медицинская помощь. А зачем медицинская помощь в городе, где все ходят на своих двоих? Тут спортсмены все подряд, здоровье каменное всё. Какое здоровье? Ты тоже медицина вообще сейчас поудаляй все больницы. А у нас, кстати, есть завод по производству автомобилей. И знаете, как он выглядит? А вот так он выглядит. Потребляет металл и пластмассы. Подожди, может ты игрушечные делаешь? Да нет, автомобили настоящие, на которых ездят люди, полноценно. Хотя, может быть, здесь просто шильдики переклеивают? Китайцы, что ли, сюда добрались? Всё больше и больше людей приезжает жить в нашем городе. И вы могли подумать, что ох, сколько зожников, все хотят ходить, бегать, молодцы, здоровье, стоять. Но нет, ребят. На самом деле, они приезжают к нам, потому что я мало того, что отменил налоги, так я ещё плачу за то, что люди здесь живут. Я ещё понизил до 1% налоги на магазины. Потому что у них проблемы с клиентами. Особенно у дальних магазинов, потому что сюда людям, ну, добираться не хочется. Они скупляются в ближайших магазинах, сюда не приходят особо. Магазины хотят появляться в этом районе города. Рядом с жилыми зданиями, но нет. По правилам, здесь размещать такое я не могу. Тут только жилые здания, ну и офисы, кстати, да. У нас проблема, вот эта свалка, она заполнилась, и скорости переработки мусора не хватает. Хоть я и старался его разгонять. Но, есть одна идея. Это немножко читерно, но мне кажется, что это добавит ещё больше изюминки. Необычности, так сказать, уникальности для нашего города. Короче, можно подрубить режим анархии и начинать растягивать эту мусорку. Дальше, чем положено. Это увеличивает размер отходов на хранение. Её же можно протягивать и вот сюда. Оу. Я не знаю, как это комментировать, но это просто офигенно. Вот что получилось, и я планирую её дальше растягивать. По мере её заполнения протяну сюда, может даже в воду, сюда вот. Это будет просто красота. И жители, главное, тут ездят, и всё это наблюдают, и всё это вынюхивают. Но сейчас у нас другая проблема. В прошлой серии мы заметили то, что машина, которая выехала из этого района, поехала в конец города и вернулась. То есть, в конце этого всего города можно разворачиваться на этом шоссе. И поэтому я планирую его устранить в принципе. Добраться до нашего города можно будет только на кораблях. Я построил здесь порт, сейчас провёл ещё так же путь морской. И теперь нужно создавать маршруты. Отсюда в город Стратфорд и обратно. Также, опять же, отсюда в город... А, и тут Стратфорд. Ну давай тоже и с этой стороны тоже, пускай будет что-то нет. Также у нас направление есть. Вот это вот уже другой город. Вот это вот. И всё. Да, я думаю, этого хватит, чтобы сюда добираться. О, осторожно. Въезжай, ты смотри. Ничего себе. То есть, они не мешают друг другу? И переливаются. Красота. Значит, 16 жителей тут. Ещё сколько ты там приехал, я не могу попасть. Это, казалось бы. Но это два разных корабля. Ой. Подвижный одежда в городах, спасибо. Тут 29 жителей, 2 питомца. О, жители. Я надеюсь, вы не сваливать приехали сюда. Так, подожди. А они здесь паркуются. Вот эти жители приехали. Но вот эти тут паркуются. Так не надо. Блин. А что делать тогда? Не, ну тогда, в принципе, наверное, можно поступить вот таким вот образом. Обрубить просто эти дороги. Сейчас. Мы вот так вот сделаем. Я проведу дорогу отсюда. И вот так. Во. Всё. Ты смотри, что творит. О, летающий гонщик. Вау. Красава. Но тогда давай ещё дальше. Я их проведу аж. Вот, я не знаю, вот так уж, что ли. Во. Всё, оборвалось. Нормально? Так. А, подожди, подожди. А что если дополнительный причал вткнуть? Всё. Тут нет парковки. Исчезни. Ой, исчезла. Всё, уходите. Всё, а сюда заехать не смогут. Они сюда заезжают, разворачиваются, уезжают. Всё, всё, всё. Нормально. Конечно, немножко машина стоит, но ничего страшного. Тут, да, парковки всё же будут, с этим ничего не поделать. Но это минимум, это так. Ладно. В принципе, терпеть. Ты гад. Что вы по земле? Ладно, я сейчас ещё меньше сделаю. Во. Вот так. Всё. Здесь нет доступа. И тут тоже. Хватит парковаться. Но этих я запомнил. Так, значит, с жителями разобрались. Но. Прежде чем обрубать мосты вот эти вот, нужно позаботиться о том, как снабжение получать заводам и магазинам. Ресурсы импортировать, экспортировать. Каким образом? Конечно же, тоже по морю. Сначала сейчас мы сделаем грузовой порт, оценим, насколько он проходимый, насколько мы сможем получать достаточно ресурсов и продавать их. И тогда, кстати, мы там на самом деле вроде как даже ничего не продаем. Экспорт СМИ, финансы, программное обеспечение, телекоммуникации, 3% мебели, процент станков, текстиль и металл со старой. Чуть-чуть. В основном у нас весь доход идёт с офисов, которые производят нематериальные товары. Можно посмотреть по налогам. Вон доход какой. Два ляма с офисов. Промышенность 300 тысяч. Но ещё мы всё-таки современный город. Вот, грузовой порт. Здесь кораблик уже подъехал, 150 тонн угля привозят. Но уголь нам нужен, у нас же всё-таки здесь угольная электростанция, ей его по двадцатке надо. Но её одной не хватает, поэтому здесь я построил ещё газовую электростанцию. Она потребляет нефтепродукты. Здесь, значит, корабли разгружаются, выезжают машины и заполняют магазины товарами. Ну, если там помимо угля что-то ещё привозят. Бывают еду, там одежду, тогда это в магазины едет. Если какие-то ресурсы, то тогда уже на заводы и там всё это дело обрабатывается. Сейчас посмотреть можно по статистике. Получаем с моря 1650 тонн, через машины 2500 тонны. То есть пока машины, конечно, больше завозят, но если их вообще в принципе убрать, то тогда всё переводит на корабли. О, 2500 тонн. Корабли теперь больше нам привозят, чем машины. А тут что у нас приехало? Металл, уголь, автомобили, бетон. Ну что автомобили сами делают, зачем нам привозят вот это всё? Бетон, напитки, пластмасс. Вот. Так что в принципе, в эту дорогу можно уже обрубать. И здесь, и там. Давайте это сделаем. Оп-оп. Ой. Тут эта машинка. Ты... А. Разогналась, я подолетела. Ладно, ладно. И здесь, значит, тоже обрубаем. Вот. Таким вот образом. Всё. Теперь мы по суше изолированы. Попасть сюда можно только по воде. Население города увеличилось уже до 15,5 тысяч. Многоэтажек множество уже построилось. Какашек становится ещё больше. А также всё больше и больше людей загружает вот этот вот наш пешеходный мостик. Ох, какой же вид отсюда открывается. В районе, где живут у нас люди, есть свалка. Собирает она мусор спокойно. А вот, чё делать с районом, где заводы и магазины расположены? Попасть-то на эту сторону мусоровоз не может. Людей придётся давить. Ну, такой себе будет, короче. Поэтому нужно срочно делать свалку вот здесь. Только как это? Простянуть-то, места мало. А тут я планирую всё-таки многоэтажки строить. Вон больницу забабахал какую серьёзную. С вертолётом, между прочим. Мне сейчас в голову пришла одна идея. Интересно, правда, чё из этого сейчас получится. Вы же знаете, когда людям перестало хватать место, они начали строить всё выше и выше свои дома. А что насчёт мусора? Можем ли мы свалку размещать всё выше и выше? Я не ожидал, что это так получится. Это, короче, пипец какой-то. Короче, сейчас вы это увидите. Но важно сейчас понимать, вот серьёзно. У нас пространство ограничено. Город находится на острове. Мы не можем просто брать и вот так вот свободно размещать свалку и отнимать тюльвиную долю пространства острова. Где людям жить? Где людям работать? Вот это всё. Поэтому я принял решение сделать кое-что, что дало нам 2500 тонн пространства для хранения мусора. Благодаря вулкану из мусора, наполненного говном. Но я не ожидал, что это будет реально выглядеть именно вот так. Просто тупо мусорный вулкан. И, блин, реально пространство огромное мы сейчас получили. Потому что вот это всё считается площадью, которая ушла именно под пространство для хранения отходов. И тем самым мы сэкономили сейчас место для размещения многоэтажек. Вон они продолжают строиться. Это на самом деле не то, чтобы поржать. Это реально эффективное решение проблемы размещения мусора на ограниченном пространстве. Вулканчик-то подрос. Потому что население города уже 31 тысяча. Уже почти 32. И из-за этого у нас здесь начали скапливаться пробки. Посмотрите, сколько тут это грузовые машины. Они все направляются куда? Правильно. В грузовой порт. Они идут сюда, потом сюда, сюда и только потом добираются сюда. Короче, это серьёзная проблема. Потому что у нас магазины без товаров, заводы без ресурсов. Поэтому на самом деле сейчас нам стоит провести дорогу вот отсюда. Здесь же пробка у нас идёт. Отсюда, прям до грузового порта. Вот сюда вот. Чтобы просто кому не надо в магазины ехать, могли объезжать это всё. И приезжать сразу к заводам. Кому надо в магазины что-то отвезти, а не с порта сразу в магазин и обратно. А мост? Ну он вообще без свободного пространства. Тут нельзя найти ни пятнышка этого моста. Везде люди. У нас огромный спрос на офисы, на промышленные зоны, на торговые зоны. Но это всё не строится. Я поразмещал, смотрите, и жилые здания. Спрос есть и на среднюю, и на малую застройку. И офисы тоже поразмещал. Не строятся они. Походу это тот лимит 300 тысяч, когда уже город не может развиваться. Хотя всё прекрасно, население растёт, деньги тоже идут. Но люди не могут нормально добираться до магазинов до работы. Из-за вот этого мостика. Здания начинают забрасываться и рушатся. Как жилые, так и магазины, так и заводы тоже. Поэтому нам нужно будет решать проблему эту уже и общественным транспортом тоже. Подожду, пока ещё город прозвивается. И когда уже пойму, что ну всё, ну уже пипец полный. Тогда сразу приступим к общественному транспорту. Провёл я вот такую дорогу, и сейчас частично пробки... А, ну кстати, отсюда вообще все машины пропали. Тут перекресток, ну это нормально для него. Всё, сейчас логистика у нас улучшилась. Значительно причём. Кстати, да, вот это меня постоянно пугает. Ощущение, будто брешь образовалась в нашем вулкане из мусора. Но когда камеру приближаешь, всё нормально. Это просто уже не может нормальная игра всё это дело прогружать. Поэтому не пугайтесь. Население 34 тысячи с копейками. Дома продолжают рушиться. В основном, конечно, многоэтажки. Но также это касается и средней плотности застройки. Магазины испытывают огромную недостачу клиентов. Хотя население-то вон, 34 тысячи. В чём проблема? Мы с их клиентом не хватает. Да на самом деле-то клиенты просто добраться не могут. Людей вроде стало больше. Но тут теперь и столпотворения тоже больше. А ещё посмотрите на эти прекрасные катафалки. Я раньше думал, что они просто катаются туда-сюда. У нас были города, где я вот наблюдал за тем, что происходит. Ну вот типа, ну вот как они так туда-сюда катаются? И как тогда забирать трупы? И так далее. А почему тогда проблем с трупами в городе нет? Я думал, может быть там дома рушатся из-за того, что трупы? Но нет. Катафалки туда-сюда вот так вот катаются. И на самом деле, трупов они сюда привозят. Шестьсот тридцать один. Возвращается. Шестьсот тридцать два. Он труп забрал вот здесь. Оп, смотри, сколько выехало. Оп, оп, сейчас возвращаются. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. Они забирают трупов каким-то странным образом. Здесь просто касаясь дорожки. Но трупы располагаются везде. Вот, например, здесь. Нужен катафалк висит. Я так понимаю, сейчас машина выезжает. Все, нету здесь значка. Она взяла труп каким-то образом здесь. И возвращает его. Это читерство какое-то. Я-то думал, что они все это время просто не работали. Поставил крематорий, который, ну, кое-как работает. Но я смотрю, что-то спросом как-то он не пользуется. А оказывается, что все это время просто катафалки телепортировали трупы к себе сюда. Я думал, может быть, как-то тут кто-то дохнет. Ну, все-таки тут реально можно сдохнуть в такой-то толпе. Но нет. Они по всему городу забирают трупы таким образом. А на парковках наших платных все меньше и меньше начало располагаться частных автомобилей. Тут раньше было все просто напрочь забито, что я вот здесь вот начал размещать новые парковки. Но сейчас вот такое вот дело у нас. Помните, что я говорил в начале видео? Постепенно мы вот таким вот образом и будем избавляться от автомобилей. Спрос есть и на жилые здания, и на магазины, и на заводы, и на офисы. Но все это не строится. Город не развивается. Поэтому нам пора заниматься общественным транспортом. В следующей серии я планирую построить и морской общественный транспорт, и трамвай, и метро. И посмотрим, как наш город преобразится. А еще... Бахнем в вулканчик. И попрощаемся с нашим городом. Да, такой спойлер. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам нравятся такие видео по сети Skylands 2, я буду благодарен, если вы поддержите лайком, комментарием и подпиской. Также обязательно поставьте колокольчик, чтобы не проускать подобные видео. Оформляйте спонсорку, чтобы поддержать канал финансово и получить классные бонусы. По ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбра, спасибо большое за просмотр. До встречи.